Всем привет, с вами Информ ТВ. Кому-то нужны слава и деньги, а для кого-то главное это семья. Далеко не у всех получается сочетать личное счастье с успешной карьерой. Этим звездам пришлось выбирать, что в жизни для них важнее. Елена Соловей. Актриса повторила судьбу своей героини из кинофильма «Раба любви». В 1991 году она решила бросить успешную карьеру и уехать с семьей в Америку. Такое решение одалось нелегко, но Елена была готова расстаться с работой в кино и театре ради благополучия своих детей. В США муж Елены нашел работу дизайнера и ювелирной компании, а сама актриса превратилась в обычную домохозяйку. За долгое время ей удалось сняться в небольших ролях, и когда представилась возможность работать в русскоязычном театре, она с радостью согласилась. Сегодня Соловей уже не играет на сцене, а ставит детские спектакли в театральной студии для русскоязычных семей. Надежда Румянцева. После головокружительного успеха и всенародного признания, озорная Тося Кислицына из «Девчат» и королева бензоколонки знакомится с дипломатом. Бросает карьеру в кино и на 10 лет уезжает с мужем в Египет и Малайзию. Цитата. «Я хорошо знала, кто у нас глава семьи, а для армянина это особенно важно. Муж не должен говорить «Я» супруг Надежды Румянцевой. Это я должна говорить «Я» жена Вилли Вартановича». Сказала как-то Надежда в интервью. Галина Яцкина. Галина запомнилась зрителям благодаря картинам «Уроки французского», «Женщины», «Слово для защиты», «Конец Любавиных». На съемках у актрисы случился роман с режиссером Леонидом Головня. Тогда она развелась с первым мужем и вышла замуж за режиссера. Когда Галина забеременела, возникли проблемы со здоровьем. Цитата. «В жизни мне выпало испытание. Запретили рожать сына. Врачи сказали, что ребенок может забрать мою костную ткань, и я снова окажусь на костылях. Но я очень хотела стать матерью, не послушала их. А в итоге случилось то, о чем меня предупреждали», — говорит Галина. После родов Василия актриса долго и трудно восстанавливалась с помощью лучших врачей. А с Леонидом она разошлась, когда мальчику было всего 4 года. Отец Васи был одаренным человеком, но вот как-то не сложилось. Цитата. «Я и готовила, и принимала нужных людей, и ездила с ним на важные встречи, но брака все равно у нас не получилось. И я воспитываю Васю одна». Ради сына Галина ушла из профессии. Людмила Абрамова. Вторая жена Владимира Высоцкого начала сниматься в кино еще во время учебы в ГИКе. На съемках она познакомилась с будущим мужем, затем родила сына Аркадия, а через два года Никиту. После этого Людмила полностью посвятила себя воспитанию детей. На съемочную площадку ей удалось вернуться только однажды. Она сыграла роль в картине «Восточный коридор», которая стала последней в ее карьере. Татьяна Клюева. Варвара Краса была талантливой актрисой. После окончания Гитиса она снялась еще в двух фильмах, а затем влюбилась в бывшего одноклассника, капитана дальнего плавания. Татьяна уехала вслед за мужем в Севастополь и родила сына. В одном из интервью Татьяна призналась, что если бы снова пришлось встать перед выбором, она опять выбрала бы семью. И последняя героиня нашего видео Валентина Теличкина. Журналист, зигзаг удачи, стоянка поезда, две минуты, не может быть, впервые замужем. Валентина была одной из самых любимых и востребованных актрис и планировала посвятить свою жизнь только кино. Но когда ей исполнилось 35 лет, она встретила архитектора Владимира Гудкова. У пары родился сын, через год они поженились и с тех пор актриса поняла, что роль жены, мамы и бабушки самое главное в ее жизни. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Удачи!